Вокруг вопроса, чей ты проект, на неделе разгорелись нешуточные философские баталии. И здесь нужно разобраться, что кроется под понятием проекта. И полагаю, что нежелание узнать, под какой крышей или в чьей орбите ты работаешь. Тренируешься? Живешь? Это вопрос про кто тебя сформировал? Какие ценности? Какие идеи и мысли? Какая религия? Система? Идеология? В смысле идеологии Хабиб, конечно, не проект в UFC и быть им не может. Для проектности, чтобы быть чьим-то проектом, такие категории, как страна проживания, имеют лишь косвенное значение, а тем более клуб. Если бы это был научно-исследовательский институт, который дает кроме зарплаты и гонораров и технологий, знания, навыки, то можно было так сказать. Не имеет смысла даже твоя одежда, твои кулинарные предпочтения, твои привычки, твоя прическа и цвет тюбетейки на твоей голове, либо ее отсутствие. По крайней мере, не имеет такого большого значения по сравнению. По сравнению с тем, что в твоей голове. А говоря короническим языком, то, что в твоей груди, а Господь Бог знает, что хранят сердца. Продолжая тему, чей проект, скажу, что пионерия была прекрасным проектом. Если посмотреть на клятву пионера, то становится понятным, что с детских лет молодой человек включался в орбиту социалистической идеологии. Духовный, физически принадлежал партии, стране, родине. Обратите внимание на слова клятвы. Буду твердо стоять за дело рабочего класса, в борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира. Этот проект проповедовал идеалы добра, взаимопомощи, помощи старшим, помните, тимуровцам, очень уважительного отношения к братьям и сестрам, но и борьбы за свои идеалы. Да так, что даже складывалось такое ощущение, что и кодекс октябрят, а это предыдущая ступень роста и развития советского человека, и кодекс пионеров взяты из исламской модели развития личности, в которой прослеживается преданность своим идеалам. Шесть пионеров стали героями Советского Союза. У пионеров и в целом молодежи, которая воспитывалась на лучшем советском кино, на здоровом телевидении и СМИ, были правильные идеалы, которые не приводили к самомнению и культу силы. Плоти, страстей, вседозволенности, нарциссизма, самообожествления. Вот недавний расстрел школьников Казани. Кем возомнил себя этот юный террорист? Именно, Богом. А кем он являлся и является на самом деле? Все верно. Дьяволом, шайтаном. А теперь задайте себе вопрос. Могло ли это произойти в советской системе и в советской школе? Я советский проект. И могу сказать об этом с ностальгией. Школу закончил как раз в 1991 году, перед самым развалом Союза. И прекрасно помню, какие проекты создавал Советский Союз. Тогда был культ трудолюбия, увлеченности добрыми делами. Были разные кружки и клубы по интересам. Пионерские оздоровительные лагеря. Я помню станции юных натуралистов, которую я посещал. Станцию юных техников с клубом картинга. Дом пионеров. Клуб алые паруса. Все это было в Махачкале и увлекало молодежь. Мне выписывали газету «Пионерская правда». А с утра в 7.15 нас вбудили позывные радиопередачи «Пионерская зорька». Читали в захлеб книги и мечтали о космосе и путешествиях. О том, чтобы принести пользу своей стране. А сейчас наставником молодежи стал интернет и разные шайтаны оттуда. Современных людей увлекают прямые эфиры в Инстаграм, Ютуб, Телеграм и разные мессенджеры. И можно сказать, что наша молодежь отчасти становится или уже стала проектом нового информационного общества. А вернее, не самых лучших ее пропагандистско-медийных моделей, штампов и образцов. Только завершился Рамадан, и нам бы поддержать эту духовно-нравственную планку, полагая, что высокую. Однако нам здесь нужно поучиться хотя бы у октябрят и пионеров. До высокой морали Корана нам пока, судя по всему, далеко. Я понимаю, что время не вернуть и не повернуть, вспять. Но нам нужно создать такие условия, чтобы у молодого человека были авторитеты не из мутного темного интернета, а реальные. И нужно бороться не только с шайтанами вовне, но и с внутренним шайтаном, то бишь нафсом, который вовремя его не притормози, может увести любого без поправок на регалии и звание в кромешный мрак. Поэтому всегда актуально, на все времена, ко всем проектам оставайтесь людьми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!